За перевод благодарим фан сап-группу Бодилиум Озвучил Кайл РАН БТС Эпизод 152 РАН БТС Это не подносы Не похоже, что они из стали Они не из стали Это алюминиевые листы АЛ караоке Чем мы займемся на АЛ караоке? Сегодняшний эпизод РАН БТС называется Песни ностальгии Песни ностальгии Петно Любовь, что живет в моем сердце У вас накопилось Много штрафов, преимуществ и призов с предыдущих эпизодов Мы их все обнулим в ходе сегодняшней игры Что? Да зачем? Да, нужно их обнулить У нас их слишком много Сейчас много говорят те У кого осталось много штрафов Согласимся с большинством У меня больше всех штрафов, но я молчал Понятно Поднимите руку, если хотите сбросить штрафы Медленно поднимает Те, у кого нет причин для отказа Я тоже подниму Я вот несколько дней назад с друзьями был на горячий сан Штрафы обнуляться, если я подниму руку? Все верно Спорим, что один день исполнения желаний Будет штрафным купоном напарника 4-3 Демократия победила! Чонгук спас нас Все будет обнулено, а проигравший в сегодняшнем индивидуальном раунде Должен будет выполнить наказание, которое определят шестеро из вас Хотите станцевать пяти дин на вершине башни? Мы уже как-то поднимались на горы, а часан Так что пересечь Тауэрский мост Нет, не просто пройтись по мосту А убраться на крыше башни На что это похоже? Страшно ли пересекать мост? Мост высок, потому что башня такая Дайте-ка я посмотрю, что там за башня Выглядит очень страшно Это не просто один мост 541 метр в высоту Давайте выберем переход через башню Отправим туда одного Нет, так будет одиноко Давайте возьмем еще одного Окей, проигравший выберет еще одного человека Подождите, это слишком Так жестоко Попросим проигравшего выбрать Вот эта идейка Будет весело Сегодняшний проигравший Еще один человек Пересекут World Seal Sky В качестве разминки мы сыграем В угадай детскую песенку Угадай детскую песенку Подготовьте свои уши Угадайте название аниме-мультфильма По заглавной песне Отгадавший получит преимущество В следующей игре Послушайте песню И угадайте ее Угадайте название мультфильма По саундтреку Окей, ребенок Джин, Ви Вы уже знаете ответ Приключение дегимонов Правильно А ты хорош Вот как все будет Это был тренировочный раунд Окей Тренировочный раунд Это была тренировка Разминочный раунд Допустим, он отгадал Нет Согласно правилам, первый раунд должен быть тренировочным Окей, тренировочный раунд Это был пример Мы так быстро передумали, как удир Окей, тренировочный раунд Я не должен этого говорить, но... Тогда и не нужно Я не должен, конечно, этого говорить Не нужно, и не говори Тогда не говори Окей, следующая игра. Что это? Пикачу. Неправильно. Покемон. Правильно. Точняк. Покемон. Пикачу? Сейчас лопну от смеха. Как это Покемон? Что это за песня? Покемон? Никогда не слышал. Песня, где поет Пикачу Райчу? Точно. Так просто... Вы начинаете с Дигимона и Покемона? Окей, спорим, следующий будет Детектив Конан. Песня, которую знает каждый кореец. Летающий суперскейтборд. Он прав, он прав. Это же тоже был тренировочный раунд. Кипит от злости. Окей. Если Джин сегодня проиграет, ты протаптываешь себе дорожку быть выбранным. Мы должны быть добры друг другу. Ты сегодня выглядишь таким бодреньким. А ты миленьким. Я быстро поднял руку, потому что наконец-то услышал песню, которую узнал. После того, как я выкрикнул свое имя, я подумал, это Сунью-кун? Погнали дальше. Сосредоточены. Что это? Лучше нападающий. Неправильно. Это не оно? Йон Шим. Неправильно. Боевой доджбул. Просто отгадывайте, Джейхо. Нет, нет, нет. Может, послушаем еще разок? Биги Хани? Я тоже хотел это сказать. Хотите еще послушать? Да, пожалуйста. Что же это? Не могу удержать свою радость. Что это? Ви. Разочарован. Я просто не могу вспомнить название. Я тоже. Я не знаю, что это. Жил-был? Я знаю два последних слога. А что после? Джин! Жил-был тигр? Неправильно. Нет, это не то. Я тоже знаю. По-моему, там шесть слогов. Арем! Жил-был кто-то там. Что-то кики. Но я не помню. Это не то. Нет, нет. Тогда это чача. Нет. Арем? Арем? Жили-были в старое время. Вообще не то. Джин, жили-были. Ви. Жили-были давным-давно. Неправильно. Давайте еще раз послушаем. Вот этого я точно не знаю. Ответ. Жили-были Энби и Каби. Я не знаю слов, но мое тело помнит мелодию. Что это такое? Мой очаровательный друг. Это тот персонаж на метле. Ви. Нет, это не он. Мастер Капусты, мастер Эдиса. Забудьте, это что-то другое. Что за жили-были? Жили-были. Да, это жили-были. Но жили-были кто-то и еще кто-то. Все еще совершенно не понимает. Там не говорится. В тексте песни это упоминается? Жил-был отшельник Муттул. Нет. Жили-были Пинки и Панку. Шуга. Наши жили-были. Нет, это кто-то и кто-то. Имена заканчиваются на Би. Из какой они семьи Би? Не уверен. Жили-были Кэби Кэби? Жили-были Энби и Каби. Правильно. Энби Каби. Заканчивается на Би. Энби Каби. Правда? Как я до этого не додумался? Вообще понятия не имел. Ах, легендарно. Я смотрел Мастер Капусты и Мастер Эдиса. Серьезно, Энби Каби. Ты только что был таким крутым. Энби Каби. Фокусируясь на следующей песне. А это что? Понятия не имею. Это не из Мэйпл Стори? Мой милый маленький друг. Шуга. Бамба-ти-бу. Неправильно. Нет, в той песне совсем не так поется. Внезапный вопрос. Почему они называют всех друзьями? А может, он и не мой друг вовсе? Почему так много милых друзей? Когда ты молод, все вокруг милашки твои друзья. Сосредоточен. Кирби? Неправильно. С чего бы это Кирби? Приключения Коби. Что? Приключения Коби. Неправильно. Подождите, там хобби. Нет, не хобби. Коби. Чонгук, Чонгук. Это Коби. Мой друг Коби. Милашка Коби. Это может быть и не друг. Возможно, моя любовь. Романтик Мэн. Моя любовь? Чимин. Дон Цэн Коби. Неправильно. Ви. Бомбермен? Бомбермен? Неожиданно. Мой милый Коби? Нет, мой милый Хоби. Отгадают ли они, если послушают еще раз? Мой милый маленький друг Гоблин. Чонгук, малыш Гоблин. Неправильно. Почему я постоянно слышу Хоби? Маленький Гоблин Коби. Нет. Гоблин Коби. Неправильно. Коби Коби. Правильно. Это и есть ответ? Я как раз собирался это сказать. Что за Коби Коби? О чем он вообще? Видимо, в таком деле у меня нет таланта. Мультик про синеволосого Гоблина. Я понял. Коби это сокращение от Комато Кеби. Малыш Гоблин. О чем вообще этот мультфильм? Думаю, речь идет о Малыша Гоблине. Я знаю его. Точно. А я не знаю. Это тот самый. Название Коби Коби. Я слишком молод для такого. Слишком сложно. Мы смотрели его на таких толстых телевизорах. Помните? Те, которые издавали звук... Когда их включали. Те самые. Помню. Да, очень толстые. Я помню, как ходил в прокат видеомагнитофонов, чтобы взять этот мультфильм. Но не помню, о чем он был. Телек с проводным вещанием. Переходим к следующему вопросу. Жизнерадостное. Что это? Джин! Лучший нападающий. Это не то. Нет. Это не то. Что это? Что же? Хочу еще послушать, что это. Это сосредоточенное лицо Ким Тихёна. Я знаю, что я знаю. Секунду. Я знаю. Говори, когда будешь уверен. Ви. Лягушачьи мальчики. Есть только одна земля. Для ослепительного солнца. Те Ян. Я? Джин! Ослепительный Те Хён? Золотой храбрый Гольдран. Нет, это не оно. Земные рейнджеры. Шуга. Воин солнца Сунгады. Неправильно. Я так давно не слышал эту песню. Как же она называется? Усердно думает. Команда спасателей капитана планеты. Чонгук. Команда спасателей капитана планеты. Правильно. Что за команда спасателей? Что это за аниме? Можете показать нам отрывок из этого аниме? Это капитан планета. Точняк. Что это? Соберите все пять сил и получите капитана планету. Готов к съёмке. Что? Я совсем такого не знаю. Честно говоря, это так. Никогда не слышал. Я тоже. Земля, огонь, ветер, вода и душа. Ещё нужно кольцо. Ты Танос? Тогда ты должен щёлкнуть пальцами. А потом из-под земли появляется вода. Вообще не шарю. Вы не знаете капитана планету? Так весело. Думаете, мы не отгадаем? Я любил этот мультфильм в детстве. Ай, вопрос не нашей возрастной категории. Тондекиман. Там сказали Тонджакман. Остановись сейчас же. Так и сказали. Там сказали Тонджакман. Тондекиман тоже есть. Нет, Тондекиман это не название мультфильма. Как Сумеречная зона или что-то в этом роде. Это ли не то аниме, в котором поётся «Лети высоко, жар птица»? Послушайте ещё немного. Это аниме, в котором есть Тондекиман. Но название не Тондекиман. Чонгук. Крепость. Я был прав, этот Тондекиман. Но название у этого аниме не такое. Просто потрясающая аранжировка. Очень нравится. Реплайн втягивается в создание ритма. А лидер Дэнслайна уже вовсю занимается хореографией. Какой Тондекиман? Зубное название появится в конце. Вперёд в путешествие во времени. Путешествие во времени. Правильно. Вот так. Это. Итак, что за Тондекиман? Не в курсе всего остального, но первая строчка. Тонджакиман или Тондекиман? Наверное, Тондекиман. Видишь, я же говорил. Когда я сказал, что услышал Тондекиман, он заявил, что у тебя с ушами. Это было Тонджакиман. Я серьёзно сказал, что у тебя с ушами? Да. Правда? Я так сказал. А есть кто-то, у кого баллов ноль? Я одно отгадал. Я ничего ещё. Я тоже одно отгадал. Текущие очки. У Джина Чонгука и нам Джуна по одному очку. А у Шуги три. Я уже чувствую, как буду пересекать мост. А вот и следующая песня. Незнакомое интро заставляет всех замолчать. Не знаю, борец за справедливость? Не может такого быть. Не может быть борец за справедливость. Я знаю мультфильм, но не знаю название. Я тоже где-то слышал эту мелодию. Мультфильм транслировался в 1996 году. Откуда мне тогда знать? Эй, мы тогда тоже едва разговаривали. Но вы могли лепетать. А я всё ещё был в папином теле. А, нет, меня там ещё не было. Спасибо, мама и папа. Возвращайся к песне. Навострив уши. Чонгук, рыцарь света Пико. Правильно. Но ты ведь никогда его не смотрел, верно? Конечно. Что это такое? Это не там, где герои сражаются на мечах? Да откуда я знаю все эти аниме? Что это? Кто эти персонажи? Вы не знаете? О, точно! Не смотрели? Не знаю такого. Пико, давно не виделись. Когда они используют эту штуку, появляются уши. Хотя он не выглядит совсем уж незнакомым. А мне наоборот. Не знаю такого. Я помню практически все мультики и аниме с мечами. Потому что занимался кэндо. Я помню все мультфильмы, в которых были мечи. Окей, ближе к концу самое интересное. Что это? Серьёзно? Лучший нападающий. Правильно. Да, это оттуда. Правильно. Впечатляет. Лучший нападающий. Это же аниме, где дети играют в футбол с драконами? Нет, это Лига Дракона. Следующая песня. Маленький динозавр Дули. Правильно. Почему все так хороши? Эта песенка «Посмотри сюда». Посмотри сюда. Я подумывал об использовании интро в качестве сэмпла. Вот почему я знаю. Маленький риф? Вот откуда я знаю. Разве большинству не потребуется, по крайней мере, первая строчка, чтобы отгадать? Я знаю все эти аниме, но ни одно из них не назвал. Как такое может быть? Шуга! Секунду. Это же Дорама. Это не Дикое время. Подожди, Хион, секунду. Разве это не песня к фильму «Последний матч»? «Последний матч»? Нет, ничего подобного. Это Слэм Данк. Правильно. Почему? «Последний матч». Слэм Данк невозможно забыть. Это твой любимый мультфильм? Не, я не смотрел это аниме. Не могу поверить, что я сказал «Последний матч». Я всегда слушал эндинг Слэм Данк. Окей, я это знал. С тобой. Дальше. Что это озвучит знакомо? Аранжировка. Хион, прекрати. Дай другим шанс. Дай другим шанс. А он оказывается главный фанат аниме. Мы до сих пор играем втроём. Он говорит, что ничего не знает, но знаком со всеми. Говорит, что ничего не знает, но пока на первом месте. Гранзорд. Неправильно. Боевой доджбол? Ви, король-колдун Гранзорд. Правильно. Король-колдун Гранзорд? Там сказали Гранзорд? Это был Гранзорд. А я услышал «Каншон». Я подумал, что княнь чего? Просто дай. Думал, он что-то просит. Похоже, я почти не смотрел аниме-мультики. Я понял, что это Гранзорд, когда увидел его с мечом. Когда же я наконец отвечу? Я даже встал. Сакура, собирательница карт. Правильно. Конечно, все это знают. Где героиня наступает на лепесток цветущей вишни? Это просто шедевр. Песня ностальгии. Я хочу признаться. А, это песня? Я не знаю. Не знаешь? Я знаю только песню. Садись, садись. Садись. И тут появляется тигр. Он слишком хорош. Я знал эту песню. Я должен был отгадать, как только она заиграла. Только я и Хобби не угадали ни разу. Текущие очки. Джин и Арэм. Одну очку. Ви. Два очка. Чонгук и Шуга. По четыре очка. Пожалуйста, включите песню. Могучие рейнджеры. Правильно. Да, это могучие рейнджеры. Просто песни так сказали. Я попутал могучих рейнджеров и Вектор Мэн. Вектор Мэн Орел. Вектор Мэн Медведь. Вот и мы. Двигаемся дальше. О. Я это знаю. Отгадывай. Звучит так знакомо. Это оно. Это оно. Это рейнджер. Правильно. Вы не учили задяки с этой песней? Дракон, змея, лошадь и овца. Ты не знаешь, это рейнджер. Нет. Чимина. Ты можешь стать рейнджером для себя? Почему ты ни разу не отгадал? Я знаю все аниме и мультфильмы, но не название. Не могу поверить, что я забыл об этом. Это рейнджер. Какой шок. Что это за песня? Что пробуждает внутреннего воина. Похоже на песню спортивного аниме. Да, там спорт. Лига дракона. Правильно. Правда? Не правда ли звучит, как песня из аниме про футбол? Я думал, это беги, Хани. Я тоже. Там сказали беги. Да, я тоже так подумал. Это явно футбольный ритм. Самба. Да, 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 да. Это сигнал СОС. Что за лига дракона? Это аниме, где дети играют футбол с драконами. Кому пришла в голову такая странная идея играть футбол с драконами? Следующая песня. Гольдран. Нет. Нет? Это Гольдран. Песня начинается со звуков рельсов. Джин. Нет. Что тогда? Хранитель земли Гольдран. Не то. Джин. Ви. Золотой воин Гольдран. Давайте еще раз послушаем песню. Золотой робот Гольдран. Нет. Гольдран и в Африке Гольдран. Думаю, это не то. Секундочку. Тишина после того, как он назвал свое имя. Дампэй. Доджбол. Что идет перед Дампэй? Боевой доджбол. Шуга. Боевой доджбол. Джин. Боевой доджбол. Расстроен. Знаешь, можешь забрать очко. Нет, я проиграл. Он сказал боевой доджбол, а я просто доджбол. Давайте отдадим очко Чимину. Мне не по себе. Тогда я отвечу. Боевой доджбол. Нет, я. Боевой доджбол. Нет, Рэм. Боевой доджбол. Нет, Джин отгадал. Мы дадим очко Джину. Эта песня с боевой доджбол? Я понятия не имел. Вначале я подумал, что это Гольдран. Следующая песня. Пожалуйста, включите следующую песню. Это еще что? Звучит так, будто она из второй половины девяностых. Мы бежим в страну чудес. Приключения Алиса в стране чудес? Я тоже хотел это сказать. Приключения. Думаю, это не Алиса. Приключения. Сахарной ваты. Хорошее предположение. Да, сейчас наше время. Пожалуйста, включите песню. Пожалуйста, включайте. Сосредоточены. Выкрикивает имя первым. Чонгу Карэм. Приключения. Пури. Пури. Нужно быть точным. Нерешительные губы. Пури. По. 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 Приключения Винни-Пуха. По. 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 Чудесное приключение Пауля. Правильно. Правильно. Пауль? Это Пауля, не пуль. Трава. Что за чудесное приключение Пауля? Никогда не слышал. Последняя песня. Вы не включали песни из детектива Конана. Кей Копс. И Дораймон. Хорошо, еще одна песня. Она очень важна для меня. Послушайте, какой синтезатор. Похоже на песню, которую можно услышать в сельском рынке. Вы все ее слышали, да? Крошечная машинка. А вот и крошечная машинка. Отгадывай. Хорошо. Давай, Чимина. Это крошечная машинка Бун-Бун. Разве не Бамбэти-Бу? Разве они не сотрудничали с Хэндай? Бамбэти-Бу. Правильно. Отличная работа. Хён дал мне ответ. Каждый должен хотя бы один раз отгадать. Всем спасибо. Давайте перейдем к основной игре. Послушайте микс из одной песни кей-поп плюс одной песни из мультика. Затем точно спойте все части до конца. Это ведь дошел с Юджисоком. Или Хёри. У них была отличная команда. Надеюсь, они включат песню, которую я знаю. Песни в студию. Что это за песня? Что это? Смена песни. Да. Мы все её знаем. Что? Это чёрный комусин? Когда моя бабушка и дедушка были молодыми, они носили старый добрый чёрный комусин. Когда мама и папа были детьми, они тоже носили большие и уродливые чёрный комусин. Вспоминай о те дни. Все эти истории так трогательные и душевные. Чёрный комусин. Это моя честь или Чонгука? Почему ты поешь только чёрный комусин? Прошедшие дни похожи на сон. Я ненавидел, любил и злился. Чувство несправедливости. Почему моя честь такая длинная, твоя чёрный комусин? Те дни больше не вернутся. Но все они прекрасные и душевные истории. Эти сказочные истории. Чёрный комусин. Почему моя честь намного длиннее, чем остальных? Так больно. Мы все знаем эту песню. Счастье какое-то. Хотя бы что-то. Первая песня? Я не знаю её. Мы не читаем тексты песен, да? Тогда откуда нам знать слова? Но первая песня тоже очень известна. Если у тебя есть кто-то другой... Кто-нибудь помнит часть после припева? Нужно будет запомнить их, пока мы будем пытаться. Начнём с того, что я вообще не расслышал текст песни. Пожалуйста, займите свои места. Моё место? Надеюсь, что я буду здесь или здесь. Это место будет самым сложным. Моё тоже сумасшедшее. Кажется, я пройду через мост. Я тоже не могу ничего гарантировать. Вместе пойдём. Давайте сначала пересядем. Такова судьба. А первое место плохое, да? Первого будут постоянно бить, нет? Или нас всех ударят? Первое плохое место. Показывает свои номера на счёт три. Раз, два, три. Джейхоб выбирает семь. Его изначальное место. У Шоги один. Гуки выбрал своё изначальное место. Я на том же месте. Люджендарно. Но нам потом придётся поменяться местами, да? Но я не знаю слов. Моё место золотое. У Чонгука самое лучшее место. Твоя строка. Я так любил тебя, что это не может быть правдой. Я так любил тебя. Я так любил, что это не может быть правдой. Да? Просто попробуем. Я уже ничего не знаю. Я вообще не знаю первую песню. Давайте просто попробуем. Хорошо. Раз, два, три. Вперёд! Если у тебя кто-то есть... Провалился, даже не открыв рот. Очень смешно. Почему ты не пел? Тональность очень высокая. Можешь спеть ниже? Разве сейчас так важна тональность? Главное здесь просто петь. Что за чистый звук? Погнали, Хён. Ты знаешь свою часть? Что? Я перепутал всё. Если ты ошибаешься, мы не двигаемся дальше. Вот почему первое место такое ужасное. Воспользуешься подсказкой? Да. Окей. Пожалуйста, повторите часть шуги. Ты сказал, что искренне любишь меня. И не можешь без меня жить. Начнём? Погнали! Хорошо. Раз, два, три. Вперёд! Вторая попытка. Не могу сейчас насладиться песней. Бам! Мощно. Выглядит больно. Это? Ты в порядке? Удар довольно сильный. Я в порядке, но, как бы сказать, поднос такой грубый. Я не ожидал, что ты справишься со своей частью. Поэтому я был так расслаблен. Я использую свой шанс. Разве там не... Что мне делать одному? А как же оставшаяся у меня любовь? И наши воспоминания? Всё это моя часть? Правда? Да. А как же оставшаяся у меня любовь и наши воспоминания? Это просто. Я справлюсь. Ерунда. Я всё запомнил. Третья попытка. Думаю, теперь Шуга запомнил свою часть. Поёт мелодия совсем не так. Что я буду делать без тебя? Третья попытка не удалась. Там без меня. Разве не без тебя я? Думаю, там без тебя я. Без тебя я так потерян. Нет, это не то. Ты без меня. Нет, это бессмысленно. Там не было без. А как же оставшаяся у меня любовь? Точно. А как же оставшаяся у меня человек? Я же говорил, что это звучит неправильно. Вперёд. Четвёртая попытка. Не могу слышать эту песню без слёз. Это, наверное, сон. А ты вёл себя так, будто всё знаешь. Всё смешалось с чёрной камусин. Я знаю всё, кроме той части, которую мы поём вместе. Моя попытка номер пять. Пятая попытка провалилась. Что там было? Я воспользуюсь подсказкой. Подсказка для части шесть. Ты так любил меня. Это не может быть правдой. Мне понадобится подсказка. Если у тебя кто-то есть, или тебе нужно побыть одному. Слишком сложная песня. Занят запоминанием. Я могу и дальше ждать нашу любовь. Проблема в предшествующей части. Ребята, а вы знаете часть, где мы поём вместе? Совсем нет. Будет успех, если нам удастся хотя бы просто проделать этот путь. Давайте просто попробуем. Шестая попытка. Редактор. Редакторpa. стойте стойте сначала закрой глаза потом получу удар если у тебя есть кто-то мне нельзя нервничать ты волнуешься не нервничай вырубился что там было я все забыл после удара скажи что у тебя есть кто-то другой секунду какое-то начало если у тебя кто-то есть мы тебе все говорим если тебе нужно побыть одному я могу и дальше ждать нашу любовь если бы ты хотел побыть один я могу и дальше ждать нашу любовь думаю я понял погнали вперед хорошо начинаем седьмая попытка а 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 Порядок слов перемешан Наша любовь идёт в конце Хён, дай поясню Ты хоть и последний, но мы тебе очень помогаем Окей, я правда люблю вас, ребята Словно ты говоришь своей любви Это важно? Ты пытаешься расположить его к себе, потому что думаешь, что он займёт последнее место? Честно говоря, седьмому месту трудно занять последнее место Нет Окей, извините, парни Давайте покончим с этим Восьмая попытка Пока всё идёт гладко и без ошибок Справятся ли они на этот раз? Полный бардак Пытается отвлечь танцем Мы не знаем эту часть Я забыл, чёрный камусин Не знаю Надеюсь, кто-то раньше меня ошибётся Я не знаю слов чёрный камусин Вперёд! Прямо сейчас? Хобби так напряжён, когда все смотрят на него Это просто легко Чёрный камусин Чёрный камусин Дедушка Он не знает Садись Как-то осмелился сбежать наказания Чем закончится этот беспорядок? В следующем эпизоде Вперёд! Может использовать подсказку? Мы справимся Разве не кто-то другой должен тянуть? А вот изменение порядка Я чувствую, что всё так и будет Всё в порядке, тяни Если это изменение порядка, то... Какую подсказку выбрал Чимин? Не может быть! Чимина У меня голова разрывается Вызов 50 песен То самое утреннее шоу Вызов 1000 песен От зажигательной танцевальной песни До ностальгической баллады Эта песня фактически управляла нашим поколением Одна песня Она управляла всеми С ней можно стать самым популярным ребёнком в школе Что за настроение? Какие эмоции? Memory of the mind Как по-вашему мы должны её петь? Намджин давай! Вперёд нам, Джун! Пришло время выпустить внутреннего певца Следите за тем, как мемберы будут по-настоящему отпускать себя Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok